Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами сегодня продолжим работу и рассмотрим вопросы, касающиеся деятельности и промышленных предприятий, и соответствующих подразделениями Министерства обороны по системам вооружения, которые должны определить облик нашей армии в следующем десятилетии, разработку и производство таких систем. Мы получаем ответ на вызовы, с которыми мы сталкиваемся, гарантии защиты безопасности и интересов нашей страны. Как известно, Соединённые Штаты и их союзники не прекращают строительство систем глобальной противоракетной обороны, причём ни наши озабоченности, ни предложения о сотрудничестве, к сожалению, в расчёт не принимаются. Мы неоднократно указывали, что подобные действия расцениваем как попытку подорвать существующий паритет в области ракетно-ядерных вооружений, а по сути расшатать всю систему глобальной и региональной стабильности. Нас заверяли, что система противоракетной обороны и европейский сегмент предназначены для защиты иранских баллистических ракет. Однако мы знаем, что ситуация с иранской ядерной проблемой урегулирована, соответствующие соглашения подписаны, более того, утверждены соответствующими парламентами, а работа над системами противоракетной обороны, тем не менее, продолжается. Таким образом, ссылки на иранскую и на северокорейскую ракетно-ядерные угрозы лишь прикрывают истинные планы. А их истинная цель – в нейтрализации стратегического ядерного потенциала других ядерных государств, кроме Соединённых Штатов и их союзников, прежде всего, конечно, нашей стороны, России. И тем самым стремление получать решающее военное превосходство со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы не раз говорили, что Россия примет необходимые ответные меры по укреплению потенциала стратегических ядерных сил. Мы будем работать и над системами противоракетной обороны, но на первом этапе, как мы неоднократно повторяю, говорили, будем работать и над ударными системами, которые в состоянии преодолевать любые системы противоракетной обороны. За последние три года предприятия оборонно-промышленного комплекса создали и успешно испытали ряд перспективных систем вооружения, которые способны решать боевые задачи в условиях эшелонированной системы противоракетной обороны. Такие системы уже начали поступать в войска в этом году. И сегодня поговорим о том, как идёт освоение новых типов вооружения, а затем поговорим и с представителями оборонно-промышленного комплекса, попросим их рассказать о возможностях дальнейшего совершенствования тактико-технических характеристик этих систем. Продолжение следует...